Сегодня мы распакуем и поразглядываем масштабную модель полуприцепа цистерны Nefas 96742. Эту автоцистерну костромские товарищи совсем недавно выпустили в своей дорогой серии SSM с цепки с Камазом 54112. Случилось это в конце июня 2017 года, а всего через месяц в продаже появилась автоцистерна в коробочках автоистория. Вообще надо отметить, что тягачи и прицепной состав были суровым дефицитом во все времена. В 80-х годах, по сути, единственной доступной моделью такого типа была казанская или коновская масштабная копия Камаза 5410 с полуприцепом ADAS. В конце 80-х появился еще и 130-й ЗИЛ с полуприцепом. Но даже на фоне советского дефицита масштабных копий автомобилей, модельки эти были грубоваты и не каждый собиратель хотел ставить их на полку. В середине 90-х Эликон освоил контейнеровоз, который можно было прицепить к Камазу 5410. К тому времени масштабные модели стали уже почти свободно продаваться в магазинах. Эликон насытил рынок и все желающие могли купить Камаз 5410, который в советские времена было найти довольно сложно. Ну и появилось какое-никакое разнообразие. Шаланда с тентом или контейнеровоз. После бурного роста модельного рынка, который случился во многом благодаря журнальной серии Автолегенды СССР и Д.Агостине, наши отечественные производители научились заказывать у китайцев неплохие модельки грузовиков и сидельных тягачей в том числе. Вот только с прицепным составом проблема осталась прежней. И лишь пару лет назад ситуация стала более или менее исправляться. Костромские товарищи тоже пошли по пути Эликона, выпустив сначала бортовые полуприцепы с тентом и, как ни странно, контейнеровоз. Ну а теперь появилась возможность прицепить к тягачам, которых скопилось на полках у собирателей довольно много, и автоцистерну для перевозки нефтепродуктов. Таких полуприцепов на наших дорогах огромное количество. И, как ни странно, кроме немного несовпадающей колеи тележки автоцистерны с колеей тягача, особых претензий к этому изделию нет. Хотя не обошлось и без китайских сюрпризов в качестве изготовления. Например, эта цистерна слегка кривовата. Не знаю, заметили вы это или нет на видео, но я-то уже знаю куда смотреть. Есть небольшой изгиб. Что уж там китайцы намудрились технологией, непонятно, но немного неприятно, несмотря на невысокую цену этой модельки. Ну а в остальном это отличная модель автоцистерны, которую можно прицепить к большому количеству тягачей. Судя по сочетанию вторичных половых признаков этой модели, например, бокового противоподкатного бруса с колесами старого образца на клинях, модель можно датировать началом 21 века. Поэтому в реальной жизни тягать эту цистерну могли как тягачи выпуска 90-х или даже 80-х годов, так и более современные машины. Единственный серьезный момент, на который стоит при этом обратить внимание, это система выхлопа. Потому что ССМ, например, выпуская сцепку с КАМАЗом 54-112, все-таки перенес выхлопную систему под передний бампер, как оно вроде бы и должно быть. С другой стороны, на дорогах реальные автоцистерны тягают, например, МАЗы с верхним выхлопом. Да и на современных импортных тягачах, которые тащат такие автоцистерны, я что-то не замечал в выхлопах под передним бампером. Если знаете точно, как обстоят дела на современных отечественных дорогах с перевозкой нефтепродуктов, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Из всех тягачей, которые оказались на момент съемки под рукой, эффектнее всего смотрится с оранжевой цистерной синего цвета МАЗ 54-40. Хотя и рестайлинговый тягач с желтой кабиной тоже выглядит неплохо. Хотя, конечно, высокий спойлер и даже спальник на сцепке, которая тащит автоцистерну с ближайшего НПЗ к заправке, выглядят, конечно же, лишними. Хотя в нынешние времена каких только сцепок не увидишь на дорогах. Но всё-таки одним из наиболее разумных и жизненных вариантов видится сцепка МАЗа 64-22 с этой цистерной производства нефаза. И даже кривоватая, благодаря усилиям китайских сборщиков, кабина этого МАЗа выглядит вполне жизненно. Ведь для того, чтобы дотащить бочку до заправки, суперсовременный или суперновый грузовик не нужен. Нередко с такими бочками можно встретить и ушатанные в хлам КАМАЗы. Так что, если в автоистории выйдут чуть более современные машины, чем КАМАЗ 54-112, которые мы увидели в боксах ССМ, то их тоже можно смело зацеплять с этой цистерной. По давней костромской традиции, изделие из коробочки автоистория не так уж сильно отличается от своего аналога из бокса ССМ. В случае с цистерной Нифаз изготовитель немного сэкономил на краске. Но масштабной копией это даже пошло на пользу. Сбока цистерны исчезла синяя олиповатая надпись с именем производителя Нифаз. Без неё цистерна смотрится даже лучше. Так что, если у вас на полке простаивает без дела большое количество седельных тягачей, выпущенных с 90-х годов прошлого века вплоть до нынешних времён, смело можете брать эту автоцистерну. Моделька получилась хорошая, жизненная, поразглядывать интересно и на полке с тягачом она смотрится отлично. Ну а если есть желание и много свободного времени, то эту сцепку несложно довести до очень реалистичного состояния при помощи номерных знаков и всех положенных такому автопоезду табличек. Спасибо, что досмотрели до конца. Смело и уверенно ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!